добрый день многие задаются вопросом с чего начать и первое с чего надо начать это конечно с выбора модели второе из какого материала вы будете отливать ну и третье чтобы нам произвести готовую отливку нам нужна силиконовая форма и прежде чем приступить к выбору силикона и место где мы его будем покупать нам непроходимо определиться с твердостью этого силикона для большинства изделий к примеру как вот это подойдет твердость от 20 до 30 единиц по шору но если ваши цели и задачи стоять несколько иные не вы хотите отливать что-то более ажурную примеру как вот такие вещи или но такие вот вещи то здесь вам понадобится более мягкий силикон почему упругость излишняя упругость силикона может отламывать мелкие элементы розочек шипов и цветов и при расформовке вы получите вот такой результат минус крыло поэтому прежде чем купить силикон вы должны определиться с моделью если ваша модель не напоминает что-то подобное ангелочка с крышками то ваш выбор силикона это от 20 до 30 единиц пошел данная твердость подходит для 90 процентов моделей которые будут дальнейшем отливаться из гипса с твердостью определить следующий этап где купить силикон расскажу каким силиконами я пользовался чем пользуюсь сейчас и от чего отказался первый силикон который я пробовал своей практике это был зуботехнический силикон и выглядел он следующим образом вот такие вот две банки была одна белого цвета другая зеленого и обе они были по одному килограмму это название фирмы это его твердость замешивался он один к одному на вот наверно название фирмы да да вот сайт замешивался он пропорциях один к одному был и продавался в зуботехнических магазинах где зуботехники привлекают материал для своих работ единственный плюс этого силикона то что он антиаллергенный или пищевой другими словами то есть у него по идее и или из него можно изготавливать тортики для формы для тортиков для отливок из шоколада и то есть пишем пищевых продуктов минус этого силикона в том что он сильно дорого стоит цена на тот промежуток времени за два килограмма этого силикона в районе пяти тысяч рублей сейчас возьму возможно дешевле на тот момент мне не было возможности заказывать силикон или материалы из других городов и стран регионов не было развита так логистика транспортных компаний еще столько не было до интернет-магазины как-то к ним доверяющим промежуток времени от него отказался по причине что он сильно дорогой во всех остальных отношениях он конечно классный он с него получается отличные отпечатки выходите пузыри то есть проблем с нанесением и с работой с ним здесь нет единственный минус это говорит цена то есть от него отказались по поводу по причине высокой цены следующий силикон которыми работал это появилась у нас фирма зайцевские силиконы на все силиконы которыми я пользовался кроме вот этого ставлю ссылку поскольку этот покупал у себя в городе зайцевские силиконы сейчас покажу один из силиконов которыми пользоваться это был у нас копипаста зайцевских силиконов был такой вот втровый объем был вот и зайцевский силикон эласт аформ почему отказался сейчас от зайцевских силиконов то есть самый лучший их силикон для моих целей это был была копипаста как заявляет производитель он не стекает или минимальная стекает с вертикальных поверхностей отказался по причине качества то есть одна партия от другой начала отличаться по цвету по времени затвердевания но жидком состоянии то есть находился меньше или больше то есть это меня смутило ну и соответственно цена насколько зайцевские силиконы находится у нас где-то подмосковье на ближайшие туда ставкам не обходилась от 1000 до полторы тысячи рублей ну и время в районе 11 дней это мне не совсем устраивало от них отказался по причине высокой цены они тоже стоит не дешево копипаста то же самое и за время доставки большое время доставки и высокая стоимость доставки от них тоже отказал следующий силикон который пробовал и работал это супер молд 3030 он прозрачного цвета заказывал его на сайте строй 23 сейчас к сожалению банки его показать не могу по причине того что у меня сейчас ее просто нет наличия потом работал также и сороковым супер молдом и 30 супер супер молдом скажу по качеству что если взять копипасту и супер молд то супер молд по качеству сильно и не уступает то есть он активней стекает с вертикальной поверхности но работать им можно точно так же время затвердевания то же самое что вы копипасты а в некоторых случаях он гораздо еще и раньше твердеет но это из моего личного опыта от него тоже отказался по причине того что доставка слишком долгая и дорогая ввести из краснодара 5 килограмм обходится где-то полторы тысячи две триста и время от порядка 11 дней до сибири это для меня долго следующий вариант который я на котором я остановился на сегодняшний день это силкотин 30 и в таких вот банках по килограмму преимущество данной банки удобно открывать не надо открывать большую емкость 5 килограммовую достаточно удобно пользоваться то есть наливать можно прям в емкость старый замешивать удобно поэтому они у меня все килограммовая цена что супер молда что копипасты копипасты сюда не хочет что супер молда что силкотина примерно 650 700 рублей за килограмм время затвердевания что супер молда что силкотина одно и то же по заявлению интернет-магазина у которого я покупаю силкотин а это нгк market вот он ссылку на него тоже оставлю супер молд и силкотин производится в китае на одном том заводе утверждать не буду но так заявляет производитель вернее интернет-магазин так сейчас остановился на этом силиконе и работаю им почему доставка из новосибирской занимает три дня ценник за доставку 350 рублей для меня это очень выгодно от трех дней до пяти дней там все зависимости от того попали вы на выходные в какой день заказали у них есть время отправки ссылки на те ресурсы где сам я что-то заказывал оставлю в описании под этим видео еще один наверно сайт будет но там я покупал уже только эпоксидную смолу и стекло рубашку дальше по силикону рассказал как выбрать почему именно этот где покупаем следующий момент когда начинаете работать со своей модели необходимо ее размере размечаем при помощи перманентного маркера то есть маркер на спиртовой основе так понимаю он проводим линию разъемы и устраиваем уже пластилиновый бортик размечая модель всегда какой бы вы специалист не был хороший застряю это внимание или только начинающий модель размечаем всегда что в процессе изготовления не запарится следующий момент пластилин какой пластилин использую я я использую оливковый пластилин сейчас покажу какой выглядит он следующим образом и как-то меня просили показать как делать вот такие вот ровные прямоугольники видео сейчас покажу то есть берем на ваших глазах ну один вот такой кусочек оливковый почему оливковый оливковый он более мягкий так скажем пластилин это смесь у таки этого мела потом парафина и чего-то там еще и наверное чем больше парафина тем он тверже но этому я могу здесь ошибаться есть на скажу что оливковый пластилин мягче чем все остальные пластилины которыми работ еще и серый но он излишне мягкий и порой им из-за этого неудобно работать получилось вот такая вот у нас штука следующее что делаем это просто берем и раскатываем на ровной поверхности получилось вот такая вот колбаса и следующим этапом берем скалку обычная скалка деревянная старше чем я и просто раскатываем этой скалкой работая скалкой мы можем переносить вес нашего тела на пластилин при этом сильно усилий не прилагая после того как раскатали нам необходимо взять строительный шпатель ширина шпателя 150 миллиметров если ваш шпатель будет 200 миллиметров работать им будет не совсем удобно меньше тоже неудобно вот оптимальный размер по крайней мере для меня для 90 процентов моделей с которыми работал удобно работать дальше берем этот шпатель не просто делаем теперь вот такие вот параллельные друг другу резы получается у нас аккуратный прямоугольник после чего мы его просто снимаем у нас эта поверхность ровная эта поверхность ровная и имеются прямоугольные грани с которыми удобно работать по поводу пластилина рассказал как делать прямоугольники из пластилина рассказал нужно пластилин покупаю тоже у себя поэтому на него ссылку дать не могу по причине того что я не заказывал интернет следующий этап после того как выстроили пластилиновый бортик необходимо его все равно выровнять подкорректировать сделать нем замки я работаю при помощи вот таких вот стеков все стеки которые есть у меня которыми работаю не были привлечены на сайте алиэкспресс ценник у них не маленький но если у вас нет такой возможности советую стеки изготовить самостоятельно многие скульпторы так и делают поскольку у них стоят порой специфические цели и задач на которых стандартных стеков не хватает ссылку на стеки также оставлю в описании после того как сделали сформировали правильно аккуратный пластилиновый бортик сделали замки в нем при помощи стеков следующим этапом необходимо нанести разделительный слой что за разделительный слой я использую я использую в с покупаю на том же самом нгк маркет это восковая разделительная смазка виде спрея наносится легко сохнет быстро время высыхания и порядка минут советую наносить в два или в три слоя первый слой нанесли подождали высохла а вот после этого можно уже будет наносить сам силикон что хочу сказать по поводу разделительной смазки часто бывает такой вопрос надо ли и наносить вообще чтобы это надежно отложилась вашей голове хочу сказать следующее наносится разделительная смазка быстро стоит она недешево порядка недорого 100 цена и порядка 200 рублей там 180 200 рублей если вы будете заказывать материалы на сайте то стоит ее заказать и разом чтобы все пришло в комплекте и смола эпоксидная и силикон и разделительная смазка это удобно дальше почему ее стоит нанести цена у него небольшая наносится быстро а вот если в процессе расформовки по какой-то причине ваш силиконовый вкладыш будет плохо отделяться от поверхности вашей модели но вы забыли нанести или не нанесли специально сказать да ладно и так пойдет и то здесь вы потеряли временное изготовление силиконовой формы до 1 и еще и деньги то есть на не это ушло силикон стеклоткань очень сильно обидно поэтому силе разделительную смазку наносим всегда независимо от материала раньше я говорил и придерживался такого мнения если ваш материал не гигроскопичный к примеру это не дерево не гипс то наносить разделительную смазку не имеет смысла ну такие поверхность как пластик то есть пластик сам по себе гладкий из него силикон хорошо отделяется сейчас говорю обратно беру наносим разделительную смазку всегда наносится быстро стоит недорого результат потом легко отделяется силиконовый вкладыш от поверхности нашей модели надеюсь силиконовой смазкой разобрались следующий этап это нам необходимо нанести силикон на поверхность нашей модели как наношу силикон силикон наношу в методом на маске беру кисть и специально подрезаю убираю у нее часть ворса то есть аккуратно подстригаю миллиметров 10 чтобы она приобрела дополнительную жесткость и ворс не торчал макая нашу песть силикон и наношу небольшими слоями что значит на маска почему именно таким образом почему не заливается во первых техника на маске позволяет нам экономить силикон то есть когда мы такую модель взяли бы выставились пластилиновый бортик и полностью зале у нас ушло бы примеру килограмм десять на эту модель чтобы ее просто создать силиконовую а так уходит один килограмм при этом какие преимущества еще при методе на маска силикона на поверхность нашей модели во время нанесения силикона при помощи кистью часть пузырьков вернее большая часть выходит из силикона из состава силикона жидкого и в результате наш силиконовый вкладыш и силиконовый отпечаток нашим модель становится более качественным то есть там сама материаль не остаются пузыри это благодаря методу на маске следующий плюс который в этой технологии это когда вы наносите силикон силиконовый вкладыш становится тоненький толщина его от 3 до 5 миллиметров и можно эту толщину контролировать в результате при расформовке нам это делать легко излишняя толщина силиконовой формы не позволит вам корректно расформовывать если у вас богатый рельеф и а то толщина силиконового вкладыша большая вы не сможете выворачивать его на себя поскольку толщина силиконового вкладыша вам не позволит это сделать поэтому метод на маске на сегодняшний день это самый прогрессивный метод которым можно изготовить силиконовую форму он экономит материал он позволяет корректный удобно расформовывать и можно при нем контролировать толщину силиконового вкладыша и еще с поверхности и из самого силикона удаляется часть пузырей поскольку толщина слоя силиконового становится небольшая в общем коротко одни плюсы наносите ваш силикон на поверхность ваших моделей при помощи кисти это если коротко силиконовой частью разобрались нанесли первый слой нанесли второй слой 3 и на третьем или четвертом слое начинаем армировать армирую я при помощи марли марля вот такая почему марли они бинт марли гораздо ровнее укладывается на поверхности наших моделей то есть она не имеет особых складок на ровно если с бинтом работать тубин приходится еще расправлять это занимает какое-то время и не всегда он расправляется и в итоге получаем не совсем качественную работу то есть там появляются на поверхности силиконового вкладыша бугры с которым дальнейшем приходится бороться или подрезать их или наращивать дополнительную толщину силиконового части режу я марлю вот на такие прямоугольники или квадраты чтобы было укладывать всю поверхность модель я не армирую армирую только выступающей части если предположим что наша модель лежит вот таким вот образом и наносим на силикон сверху вниз разделительная линия идет и разделительная плоскость у нас идет вот так вот таким вот образом видно ну так то армирую я все те части с которой силикон будет избегать то есть первый раз нанесли посмотрели здесь уже достаточно толщина примеру а здесь весь силикон стек то есть для себя сделал сделали заметочку вот в те части с которых силикон стекает скатывается их надо обязательно армировать острые выступающие места их армируем то есть армируем морду армируем пузо армируем острые части пиджака с этой стороны с этой стороны телефон уголок телефона видно видно это обязательно армируем после того как нанесли марлю то есть нанесли несколько слоев нанесли слой силикона и сверху силиконового слоя уложили марлю это все дело подсохло и теперь наша задача основная перекрыть эту марлю чтобы ее не было принципе видно вот тогда считается что наша силиконовая форма готов толщина готова силиконовой формы зависит от размера вашей модели если ваша модель примеру до 35 сантиметров то толщина силиконового форм формы силиконового вкладыша должна находиться в пределах от 3 до 5 миллиметров если толщина размеры вашей модели гораздо больше примерно 50 сантиметров то толщина силиконового вкладыша увеличивается чтобы держать свою форму до 10 миллиметров от 5 до 10 миллиметров уже становится следующий этап это у нас создание жесткого кожуха после того как сформирован у нас силиконовая часть нам необходимо закрепить ее при помощи жесткого кожуха перед тем как изготавливаете жесткий кожух обязательно не забываем наносить разделительную смазку если разделить вы делаете свой жесткий кожух на основе эпоксидной смолы то разделительную смазку обязательно носим если на основе полиэфирной смолы то возможно там пренебречь но как всегда лучше наносим потому что полиэфирка практически ни к чему не пристает а эпоксидная смола липнет вообще ко всему так что не забываем про разделительную смазку между силиконовым вкладышем и не жестким кожухом границы силиконовый вкладыш жесткий кожух выяснили из чего мы будем делать на жесткий кожух жесткий кожух это у нас композитный материал состоящий из стекла рогожи с покажу как выглядит стекла рогожи стекла рогожи выглядит следующим образом плотность ее по моему 30 300 грамм на сантиметр квадратный реже тоже на прямоугольники и укладываем смола 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 эпоксидная эпоксидная смола не имеет и ярко вырежет выраженного запаха и работать с ней гораздо так скажем безопаснее чем с полиэфирными смолами сейчас покажу как выглядит эпоксидная смола смолой пользуюсь вот такое это эпоксидная смола заказываю там же нгк маркет то есть при изготовлении силиконовой форме сразу формирую заявку на эпоксидную смолу стекла рогожу разделительную смазку и сам силикон все покупаю в ссылку на смолу разделительную смазку стекла рогожу оставлю чтобы вы не шарили по всему интернету а за где вы будете уже заказывать это выбирайте сами возможно это быть москва новосибирск питер возможно это будет другой магазин я поделюсь здесь своим опытом создали жесткий кожух он у нас сохнет сохнет течение суток эпоксидная смола твердеет течение суток толщина жесткого кожух какая должна быть в идеале толщина жесткого кожуха должна быть в районе двух миллиметров полтора два миллиметра то есть мы нашу стекло рогожу наносим в два слоя первый слой пропитываем эпоксидной смолой как это все дело пропиталась второй слой накладываем между слоями не обязательно давать промежуток времени что вы это все дело высыхало жесткий кожух затвердевает затвердевает он на сутки сутки мы ждем после всего этого нам необходимо будет развернуть нашу модель то есть она находилась у нас примерно в таком положении здесь у нас был выполнен пластилиновый бортик и здесь мы нанесли силиконовую часть сделали жесткий кожух теперь мы нашу модель разворачиваем с этой стороны у нас находился пластилин пластилину убираем и остается мы видим силиконовую часть на месте с замками следующим этапом обязательно наносим разделительную смазку про нее не забываем бывает некоторые забывают про разделительную смазку на границе именно силикон силикон получают кучу проблем и все дальше по той же самой технологии наносим силикон набираем толщину делаем жесткий кожух в общем в теории все рассказал объемно по факту где покупаю материалы какими сейчас пользуюсь что стоит сделать как подготовиться к этой вот на этом изготовление силиконовой формы теории по изготовлению силиконовой формы считаю можно закончить будут вопросы у вас обязательно напишите я на них отвечу также планирую сделать записать видео по следующему этапу отливки отливки покраски это вся информация уже есть на канале просто она разбросана по всем видео и в разных местах ну поскольку опыт создания канала тут берем же так меня не было и выпускал видео хаотично теперь хочется обобщить всю информацию в одно видео и чтобы оно было максимально полезным для тех кто хочет начать и заниматься производством сувенирной продукции надеюсь видео для вас кажется полезным вы почерпнете для себя много новой полезной информации будут вопросы напишите мне обязательно отвечу до новых встреч а у